Субтитры сделал DimaTorzok У нас у всех разные дороги, да, и у нас, мы когда пишем, художник очень часто приходит к такому, к дорожному, так скажем, сюжету, да, то есть иногда вот часто, знаете, едем на машине, можем остановиться и любоваться, да, как красиво уходит дорожка вдаль и так далее. То есть вот такой незамысловатый сюжет, вот. Ну, начинаем мы, как обычно, традиционно, с фона. Сейчас намачиваем половину нашей бумажки, потому что все деревья мы пишем по-мокрому, ну, так вот, сначала. Если будут вопросы, то можете задать, спросить, что я делаю, зачем. Ну, погода у нас будет такая не очень радостная, такая ноябрьская погода. Вот что-то такое похожее на небо, но это является таким фоном у нас. Ну, так как осенний этот, у нас осенний сюжет, поэтому краски можно очень красивые применять, и красные, да, там, и желтенькие. Вот, очень хорошо видно, как растекается краска, и перемешивается между собой. Можно палитрой даже не пользоваться. Кто захочет, потом может попробовать тоже. Если Виктор Иванович даст бумагу. Я просто не... Краски, вот, вольверт, все будет здесь, можно будет у Виктора Ивановича взять бумагу и попробовать тоже. Это специально для вас. Мы живем и чему-то всегда учимся, правильно, что-то у нас такое появляется в жизни новое, открываются какие-то новые таланты. Не только у детей, да, но и у взрослых. То есть я заметил, что у взрослых даже больше открывается талантов, чем у детей. Я 10 лет отработал в школе искусств с детьми, но уже как бы закончил. Со взрослыми интереснее заниматься, конечно, взрослые. Ну вот у нас такой фон. Всем видно, да? А можно и... Видите, тут у нас как снегу все получилось. Можно так оставить, да. Снега нету пока, но он появится все-таки когда-нибудь. Вот это все пока что как фон идет у нас. Работает как фон. Похоже на дорогу? Да. Куда? Четырехполосная. Четырехполосная, да. Ну это вот уже современные дороги. В России. Мечта. Но снег только выпал. Сейчас еще не выпал снег, но мы уже опередили. У нас он уже появился. Бумага подсыхает. Да? И теперь мы можем сделать... Нет, еще не можем сделать. Те детали, которые не будут растекаться. Допустим, елки, да, побит по дороге, которые идут. Но они все равно растекаются, бумага еще не высохла. А бумагу мы какую взяли в этот раз? А бумага... Это... Аш или обычная? Обычная бумага, акварельная. Виктор Иванович, нет. Не дал бумагу. А у нас в школе целый рулон такой бумаги. Приходите к нам в школу, у нас много бумаги. Вот такие появляются елочки. Назовем это дорога куда? На отдых? В отпуск или на каникулы? Ну, возвращение как-то грустно с каникулы, возвращение. Хотя сейчас каникулы заканчиваются, да, дети? Вот такой кисточкой тоненькой делаются маленькие детальки на картине. Они могут быть там вдоль дороги, какие-то вот веточки, кустики торчат. Так. опаздывает мой ученик один, Вова должен подъехать знаешь Вову-то, да? знаешь, Вова? он ходил ко мне в школу искусств когда я был еще там в пятом классе мальчиком потом когда студентом и сейчас уже такой дядя большой пишет картины но как бы работает в какой-то другой области, так скажем Вова приедет звонит он у нас 10 лет занимается в студии когда приходят, дети его очень любят он такой большой у нас большой, добрый добрый, да но может дать глаз он у нас дисциплина ну вот, собственно, почти и все вот это от машины тут такие, да, могут быть телеги, телеги от саней, да? клеи слишком темные вот пятно вот такой вот призы мы к этому привыкли, когда вот за несколько минут вдруг рождается такое чудо иногда бывает вдохновение Владимир Александрович приходит на улицу Пурга зима и вот в окошко, мы же находимся на Смоленке рядом с храмом да, там, кстати, есть работа из окна да, она есть, да? вид из окна, да и вот мы сидим и ждем, пока он придет, мы будем работать там без снега когда он приходит и на нас не обращает внимания быстренько натягивает бумагу и начинает писать потому что вдохновение, потому что за окном Пурга и красивый фонарь от которого там все необыкновенно красиво и начинает писать мы все замираем, все бросаем, становимся вокруг и человек в 20, там 30 стоит, не дышит пока это вот все не образуется на бумаге а потом уже пишем так, подпись забыл, самое главное подпись я просто тяну время, что оно сохнет мы сейчас вставим в рамочку и будем разыгрывать у нас все готовы, да? все готовы напишем сегодня 8 ноября, так и назовем картины тут без бирочек, вы заметили, да? нету названий это для того, чтобы вы могли тоже сами что-нибудь как-нибудь назвать и написать в книге отзывов потом понравилась картина, там вот такая-такая думаю, что она называется так-то-так-то но это не обязательно кто захочет у нас в школе бывают тоже мастер-классы приходите, у нас обычно праздники наши ну такие знаковые, как Рождество как Ксению Блаженную мы празднуем у нас всегда Владимир Александрович проводит такие мастер-классы Камская 18 наш адрес большая школа трехэтажная вот, и там на втором этаже находится студия для детей и для взрослых я приготовил такую вот рамочку с паспарту уже, видите? паспарту сам вырезал криво, поэтому ну ничего надо будет линейку купить сейчас линейка продается, чтобы вырезать паспарту красиво под уголочком ну это для, кто знает что такое так паспарту это вторая рама ну да, это такое поле такое сейчас немножко подсохнет ну в принципе уже высохло снимается работа, то есть вот скотчем она наклеивается, чтобы держалась ну кто не знает я не чувствую, что я это рассказываю конечно может все знают слушай хватит эту ерунду рассказывать, все знают а я уже привык, что ну как урок, да, как урок получается такая белая окантовочка на что иногда покупатели говорят, а не напечатано ли это? что уж очень ровно ну приходится объяснять, что вот это вот скотчик снимается скотчик снимается лёгким движением руки я тяну время, чтобы высохнуть, должно работать разыгрывается еще акварель последняя на сегодня номер два о, это я спасибо 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 спасибо